Доброе утро, коллеги. Доброе утро, крымчане. У юных жителей города-героев множество увлечений. Они занимаются спортом, творчеством, участвуют в конкурсах, благотворительных акциях, волонтерской деятельности. О том, как направить бурлящую энергию в продуктивное русло, мы сегодня поговорим с нашей гостьей, руководителем Керченской городской организации Российского союза молодежи Анны Бочарниковой. Анна, доброе утро. Доброе утро. Анна, расскажите, чем занимается вообще в целом ваша организация? Какую работу ведете? Наша местная Керченская организация Российский союз молодежи занимается профориентацией молодежи. Мы помогаем, если у молодого человека есть какой-то хороший проект, но не знает, как его реализовать, мы помогаем это сделать. Вот вы сказали о профориентации. Я понимаю так, что это новое направление в работе, да? Вот если можно немножко подробнее, как все это происходит? Да, это новый проект. Мы начали его только с февраля этого года. Этот проект реализуется в рамках профориентационного центра «Перспектива». Наши коллеги из Симферополя придумали этот проект и передали его нам, так как мы ячейка местной организации Российского союза молодежи. Наш профориентационный центр — это новое веяние в нашем городе. Мы занимаемся привлечением новых молодых людей со школ, с вузов, с узов с 14 до 25 лет. Мы помогаем им найти, может, какую-то новую профессию, может, обдумать какое-то интересное хобби, которое будет приносить им потом доход. Как-то так. Ну как все это происходит? То есть надо с чего-то начинать? И с чего вот вы начинали эту работу? Так как мы прошли, так сказать, пропорторные дорожки, нам объяснили, как нужно действовать в этой ситуации. Естественно, мы пошли в нашу администрацию, попросили помощи, чтобы нас пустили в более интересные объекты нашего города, такие как залив, КМЗ. Крым-24 тоже попросили к вам прийти сюда в гости, посмотреть на студию, потому что ребятам оказалась очень интересная работа СМИ. И очень в топе нашего вопроса почему-то получилась городская администрация. Все очень хотят посмотреть, как же работает наша местная власть. Как эта работа продолжается? Устраиваете ли вы уже такие экскурсии? В какой форме все происходит? Первое наше мероприятие пройдет 22 февраля в фотостудии «Пять окон». Это значит, что у нас будут четыре направления в этот раз. Это имя стилист, визажист, фотограф и дизайнер интерьера. То есть вы приглашаете туда молодых людей и показываете им, как устроена какая-то профессия? Да, у нас будет четыре специалиста в этой области, мы выбрали наши. И они, значит, расскажут ребятам, допустим, имя стилист объяснит, как нужно правильно одеваться, как себя преподнести в выгодном положении, например, на учебе, либо на работу пойти, либо на собеседование, как лучше одеться, как это будет правильно. Визажист, соответственно, расскажет, как лучше тоже представить себя. Фотограф расскажет, может, как лучше позировать, какая это профессия, что она из себя представляет. Потому что ребята, может, думать, что это более романтичное направление. Если у нас нет этого каждодневного и гроботливого труд, и ему нужно учиться. Как ребята могут принять участие в этом проекте? Куда обращаться, звонить, писать? У нас есть группа ВКонтакте, Российский союз молодежи. В шапке группы закреплена запись постоянно. Там есть гугл-форма, ребята регистрируются. Мы просматриваем возраст от 14 до 25 лет и обзваниваем всех, рассказываем, когда и куда они могут подойти. Анна, большое спасибо за интересные беседы. Напоминаю, что сегодня мы разговаривали о профориентационном проекте Российского союза молодежи. Беседовали с Анной Бочарниковой, руководителем Керченского городского отделения. Анна, спасибо. Ждем ребят к нам на экскурсию. Коллеги, у нас пока на этом все. Вам слово.